Слышите, вы прямо сейчас в Харькове начинается пресс-конференция председателя Одесски Олга Михаила Саакашвили. Давайте услышим в прямом эфире. Кто-то это назовет, вот эту дорогу надо обязательно делать, иногда она пойдет никуда. Но все эти по конкретным программам, называются правительные конкретные, в том числе, вот сейчас-то ваша программа, она у вас тоже говорит об этом, и хорошо, что они говорят, что реально все так поделаешь, что для людей ничего не доходит. И так будет всегда. Так будет всегда, пока мы будем это терпеть. Реал, честно говоря, реал, ничего не смог сделать. Вот это обстоятельство, вот это область, вот эти деньги, и что еще. Они могут спокойно взять и меня не объявить, не доверить. А я что им могу делать? Я принял такое решение, что не участвовать в парке, там, вот тогда, в специальности, в выборах, в причем большой, я бы не успел, я не был в состоянии обновить их список. Я не могу участвовать в тех выборах, в которых я не решаю, что там должно быть, во-первых. Во-вторых, мы получим тем, что получим. Как всегда, как обычно, они их не держат. И сейчас подойдет решение. Решите, я допомню. Я хотел сказать по поводу межпартийной коррупции. Я советую вам, есть такая программа, гемодиализ, да, помощи больных людей. Так вот, сделайте журналистское расследование. Я скажу, вы четко дойдете до того, что в этом всем процессе участвует один бывший депутат партии регионов, бывший функционер Биута, или как там они назывались, городный фронт, я не помню. И тоже, и участвуют люди, которые имеют отношение к БПП, насколько я понимаю. Так вот, обратите внимание, почему-то в Харькове услуги по гемодиализу один из самых дорогих в Украине. И не потому, что они самые лучшие. Просто почему-то будут такие же качественные фирмы, которые оказывают такие же самые услуги, если же медикаменты. Чудо до Харькова не доходят. До Днепра дошли, до Киева дошли. А Харьков не приходит. Если бы я знал, что хоть на секунду, что я узнал, что у нас есть правительство, коррупция, я бы тут вообще не задержался. У Грузии во вчера это чувство юмора, но это плохое шутко. Значит, у нас самые дорогие лекарства, в принципе, практически Европы. За счет чего? У нас самое правильное плово. У нас только 30% на 30% обнионсированы лечебные учреждения, из которых большая часть, из которых 30% тоже на них крадется. Бородинская область стала единственной областью, где мы на сайт выложили лекарства, которые закуплены. Ни одна область, ни министерство никогда не выкладывают, что они закупают. Чтобы люди знали, что у них в складе, когда они приходят, они говорят, идти в аптеку, купи лекарства. На первом этаже, в аптеку, который принадлежит сейчас от главврачу, что он знал, что падают эти лекарства, которые в подвале, откуда поставляются наверх, в эту аптеку. А на склады они пошли бесплатно, пришли из государственного бюджета. Это один из самых хорошо сохраняемых государственных средств. Это что мы закупаем. Например, в Одесской области, когда мы открыли лекарство, мы обнаружили, что в Одесской области куплено 5 миллионов зубных протестов. 5 миллионов зубов. Ну, на Бубан, мы обнаружили на складе 200 тысяч. Видимо, они гонялись за всеми жителей в область, потому что там меньше 4 миллиона, но насильно вставляли зуб. Но это происходит на наших глазах. И потом министры говорят, ну да, ну да, да вы что, ребят. Вот, по этому мы и говорим. Поэтому тут нет, действительно, партии на вторая рыжие, они такие лучшие друзья по пути, в бомж-черные там всякие там компании, где они туда перечисляют там свой черный украинский наличный. Вчера на своей страничке в Фейсбуке я думаю, что написала о том, что была предпринята попытка лидерского захвата площадки антибиотома в Харькове. Были ли подобные прецеденты из других городов? И хотелось бы... Спустите, он хотел убирать в меру? Нет, нет, нет. Это было внутри внутри организационного процесса была такая ситуация. Знаете, знаете, я в Киеве, ничего не сможешь облакить, я должна назначить, что ни у кого нет монопольных. Сидит тут механком целый день. Я его очень уважаю, но ни у него, ни у кого нет монопольных. Это вообще... Тут нет депутатов, давайте нам быстро успеем, а потом кого-то не подпустим. Это не так. Мы абсолютно открыты. Вчера вот мы заседали, там есть депутаты в этом движении, вот на жесть депутатов смотрят, там есть депутаты под Кивщином, там есть депутаты, например, Лещика и Солещук с ППП. Ну, да, они с ППП, все знают, и все знают, что какие-то, какие-то люди знают. Поэтому есть люди всякие хорошие люди, потому что благодаря расследованиям депутатов, многие конструкционные связи, в том числе, внутри этих всех правящих партий, были вывели. Поэтому мы открыты для всех. Мы открыты для... Там есть, там были не партии, депутаты, там была... Там был... Демистр Таврадов, по-моему, как раз тоже отдельная маленькая политическая партия. Там есть, там была какая-то сила людей. Я же всем с названием даже не знаю, что не интересует. Это меня не интересует, то есть, какой партий. Мне важно, чтобы эти люди имели депутацию, и не имели там того багажа, который бы нам будет объяснять. Там был, там, чуть-чуть, там, и так далее. Все кончились партии. Они называют это политическим проектом. Они же реально не партии. Это группа интересов. Группа интересов на конкретный политический момент по раздравлению конкретного участка экономики Украины. Реально многие партии так всегда будут. Поэтому они называются абсолютно не по идеологии различаться, а различаться под кем сейчас они собрались в конкретный момент, под кем удобнее всего будут пограбить. А потом они берут дальше. Так, да. Во время организационного процесса у нас достаточно большой как получился организационный комитет. Обсуждаются вопросы, как бы организационные вопросы, как будет построен сам форум. Так вот, в самом форуме мы приняли решение, что должна быть обязательно кайферская платформа для того, чтобы осветить какие-то местные вопросы, для того, чтобы кайферчан было риск, и все понимали, что кроме Украины есть же наши еще маленькие вопросы. Так вот, группа организаторов у нас очень большой, очень большой оргкомитет получился, знаете, больше там дом совета, чем оргкомитет. Стали продвигать идеи о том, что необходимо нам обсудить политическую коррупцию. Отлично. Дайте, пожалуйста, определение политической коррупции. Как вы это предполагаете? Как вы это видите? На самом деле, у нас есть внутренний чат организации, но это все описано, это я не придумываю, не добавляю, очень близко текста. Так вот, никто мне по эту политическую коррупцию не сказал, что это такое. Но во время встреч, во время организационной встреч, стало понятно, что группа представителей, гадеющих одной из партий говорят, давайте мы обсудим политическую коррупцию. А что это значит? Это значит, что этой партии одной из мигра, а друг не подействует. Так вот, никто мне про эту политическую коррупцию, я не закончил. Как они голосуют, и голосуют они и вообще что они делают? Я говорю, слушайте, давайте, если у этой партии или представителя этой партии есть свои мысли, давайте пригласим остальные партии, которые сказали, почему они так голосуют. И тогда эта панель, которая называется политическая, просто трансформируется в какие-то политические лозунги, в политическую площадку. У нас вопрос коррупции, а не вопрос политической презентации видения одной из партий, или даже нескольких партий политического процесса. Потому что надо разделить процесс коррупционный и процесс политический. Я понимаю, конечно, я не буду мешать внутренние эти разборки, но мы будем говорить очень конкретно, не в целом вокруг около одной партии, другую, я согласен. Очень конкретно. Очень конкретно и про Харкел. И главное мы дадим людям трибу. Людям, независимо от партии, в Киеве что было? В Киеве у нас был такой харьковчанин такой, есть Валерий Эккер, он выдумал этот форум, по крайней мере, украине он не делал, когда люди сами в течение двух-трех часов, а там было несколько человек, почти десять человек участвовало, и в этом Валерий участвовал больше половины из них, садятся и по конкретным вопросам устраивают свои мини-круглые столы, пишут свои предложения, потом все это формируют и представляют остальном форум, остальном движении. Точно так же что-то подобное мы будем делать в Санкт-Петербурге все эти годы люди слушают политику и партии и правительство. То есть в то время, что правительство, партии и политику послушали их. Потому когда мы скажем, почему мы взяли в полу, это не в полу, чтобы нас просто себя показать и на других посмотреть и других послушать. Это очень важно. И это так и будет. Последний вопрос. Прошу. В начале Левая Минсоцполитики выделили деньги на покупку квартир для участников АТО. Сейчас в Министерстве в том числе говорят о том, что в Одесской области квартир этих нет. Расскажите, пожалуйста. В Одесской области мы давно уже уже почти с первого месяца, как я там, мы предлагали очень простую формулу и все что обошли. И это как раз вопрос как вопрос не решается. Много раз я встречался с министром обороны и всего симпатичных заместителей, и всего местных представителей. Очень простой вопрос. Министерство обороны генерал разъявили бандиты очень процессы имущества, которые были через полиции, разные вещи, но в общем много украинцев. Больше большинства вещей ухаживают. Но Добре в Одессе центре Одессы очень таких жирных местах. У них еще есть имущество, которое просто поставили. Они, я уверен, просто в своих головах строят схему, каким образом это имущество можно точно так же украсть, как они до сих пор украшают. Поэтому чтобы этого не было. Но раз мы говорим, давайте произойдем селектронную аукцион. Объявим заранее за два месяца на всех сайтах по миру поездки, потому что многие иностранцы хотят купить это имущество стоят родов здесь даже в Америке живут. Там огромная площадка рядом с 7 километров. Акминез то есть военная часть которая практически не функционирует. Стоит десятки миллионов долларов как минимум. Может быть а все имущество стоит сотни миллионов. Продать и не будем рассказывать спайки про то, что мы построим людям жилье, потому что им это никто не верит. То, что мы продадим а потом мы скажем через 5 лет мы получим жилье, нам посмеются в лицо. Просто эти деньги раздели очередникам дадим руки в первую очередь участникам операции и говорят вот вам ваши деньги ваши гроши пожалуйста покупайте твои квартиры. В Одессе области на эти деньги как мы считаем каждый из них может получить твою квартиру. Каждый раз мы перед телекамерой говорим они говорят блеск возьмем пожимаем руки и что происходит да ничего не происходит каждый раз вот например мы предлагали разместить штаб ВВС матросы и офицеры на кораблях потому что в Одессе где уплатят 3000 гривен максимум зарплаты большую часть времени особенно летом угол нигде снять на эти зарплаты они спят эти матросы и офицеры спят на этих наших и так не очень хороших кораблях если бы того условия не очень хороших так вот говорим каждый раз мы это обсуждаем мы говорим вот пожалуйста вот вам штаб последние семьи я просто об этом и говорю чтобы все сделано для того чтобы ничего не происходило значит полтора миллиона которые выделены почти полтора миллиона они будут полтора миллиона гривен и что можно купить на полтора одну квартиру а знаете сколько за чили десятки тысяч о чем вы говорите они догадочком расскажут что они полтора миллиона выделили наверное не полтора миллиона Одесская область может получить вот так за селезет аукцион и на преслом миллион завтра причитайте это что будет принять я потерял уже за курсом очень можно последний вопрос очень хотел Владимир Чистерин гражданского общества вопрос который волнует многих так что ваш угол заткнули да спасибо что дали слово очень практический и конкретный вот гражданского общества где-то углу на заднем плане на заднем Михаил как вы собираетесь бороться с главным коррупционером Харькова Геннадием Керновым когда будете сажать дело в том что все очень просто не так страшно всегда волка всегда бегают вот то же самое у нас было когда в грудь и вот есть этот знаменитый кто их никогда не тронет там все они такие важные они такие мощные они такие влиятельные как только поменялась система и как только реально заработал закон они все испарились как в прошлом годе снег и так и ушло еще раз говорю предтеперечная система вместо одного коррупционера даже появится завтра второе если это вместо второго появится третье вместо или мы он после меня правда есть когда все они сядут или как минимум еще раз моему пути чтобы они обратно принесли свое имущество и оставили насколько вы пожалуйста или мы или мы будем или мы точно так же как по всем другим вопросам соберемся через 4 года и вы мне будете задавать то же самое по этому человеку или по другому любому то же самое почему это до сих пор я вам еще раз расскажу ну что вот у нас пидозра меняла вот она этот суд отказал судей надо менять а судей надо менять и убрать закон застрял а закон застрял надо следующих выборов сколько лет нам это рассказывать и так будет всегда и так они будут отборить всегда все безоговоренности все очень просто все на поверхности я когда я с том числе некоторых друзей работают в коррупционном бюро и они говорили что когда они послушали все эти дела они настолько привитивные схемы как бы глазам не поверили в ушах и перепровели но это они все нагло это делают они все уже убедились что никто никого никогда не термит и он уж умиряет что те люди которые говорят что прича что вот очень хотят допустим потому что мы его не хотят его послушать а как обычно они все умываются идет кто-то кого-то двинет и сам возьмет эти подводки потом запут и пройдет потому что все они связаны все они повязаны и очень часто мы нам за чистую монету выдают то что на самом деле просто обычная постановка разводка разводка это любви для наперсничества это любимая вещь разводить они будут вам рассказывать сражаются на самом деле они договаривают за вашей спиной я первый что научился научился здесь мой опыт у меня достаточно много опыта в политике но такого опыта только в Украине не получил не принимать за чистую монету ничего из того что политик нам говорят а этот говорит что после этого сражается вот я его посажу ничего не посадят он его максимум подвинет и отменет какой-то поток и они опять спасибо еще 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 вопрос можно да пожалуйста все таки вы все это говорите по политической коррупции сейчас снова повернулись из этого питания про я все таки хочет вынести на форум я который будет проходить понедельник и вот я объективно говорю спостерігаю что это сзовно шутся про спільное голосование БВП и Відроджение в Облраде Минскраде шутся про подкупы депутатов чтобы они проголосовали за голову райради и так далее и так далее и так далее и про выше сказанное вами то же чим мают розглядаться на форуме питание политической коррупции я хочу вас запросить например приходите до нас и отримаете слово и вы можете сделать промову и про это разповисти всем это открыт для всех нужно понимать что у нас нет каких-то ну есть безусловно связанное обмежение но это открытый форум где каждый гражданин активный как вы может прийти и про это все раз повезти кишин представникам хромадского и политического класса и суспільства так что я вас запрошу до этого форума и будем про это разговаривать у нас еще раз у нас какая-то научно-практиковая конференция где мы почему выникла идея спочатку антикоррупционных форумов я был в Киеве на антикоррупционном форуме который организовал уряд и президентской администрации Украины я был так и каждый раз когда я начинал говорить и рассказать про конкретную коррупцию меня намагались прекратить и сказать нет 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 сейчас мы вообще говорим о коррупции это не про конкретность как и сам речи нет нет тут нужно рассказать о коррупции как явище как феномен политический треба чтобы мы решили как с нею бороться а после будут конкретные вещи но это не для этого формы тут много иноземцев и они нужно чтобы они почули что мы маем программу как государство как уряд как президентская администрация это для меня абсолютно неприятный век что в общем мы уже наговорили все 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 главные коррупционеры стали главными теоретиками патии коррупции это мы все знаем так давайте сейчас попросим их уйти от нас оставить нас покой на время а потом общество будет заниматься их делами будет забирать у них деньги будут их когда это посадить на судебную комиссию надо время разговоров закончить надо время действовать поэтому харьковский форум который будет еще раз в размере я буду назвал предприятия что именно рекламы 18 числа 8 числа 18 числа 16 вечера 18 сегодня 18 6 вечера будет облигать конкретно программ действия и когда мы на нее переведем мало многим не покажется потому что я люблю действовать я люблю рассказывать что мы делаем но это не пьян просто я вам возможность мобилизовать учебщик для действовать в нашей стране без общественной мобилизации на конкретные действия ничего не поменяется я сам допустил ошибку лично когда многие месяцы последние жду вот сейчас они вот сейчас они я люблю воспринимать людей когда они что-то обещают чтобы они это будут делать я мы я сам лично наклепался обещание я очень блог потому что я наклепался обещание каждый раз я говорю через месяц через месяц под носом под месяц что-то и как там знаете у осла под носом что-то и осел но мы не ослы мы говорим о очень развитом образованном обществе поэтому Украине поэтому нельзя с общим обращаться как с ослом все очень просто спасибо большое спасибо большое журналисты 13.30 при центре время